Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркет», составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень много значимых релизов, поэтому заранее готовимся к серьезной волатильности. Друзья, соблюдайте правила риск-менеджмента, контролируйте загрузку депозитов. Я много раз уже говорил, если у кого-то есть пробелы с пониманием, что это такое, вы всегда можете обратиться к персональным менеджерам «Амаркет» и вам окажут самую компетентную профессиональную помощь и поддержку и точно проконсультируют в том числе и по этим вопросам. Сегодня мы ждем очередной блок статистики из Англии. В 6.00 по GMT выйдут данные по ВВП и промышленному производству за апрель. В 12.30 по GMT главный релиз сегодняшнего дня – данные по инфляции в США. Особое внимание к этому отчету обусловлено тем, что отчет по инфляции – это, по сути, главный ориентир для Федрезерва в вопросах, которые связаны с будущим и потенциальным изменением ключевой процентной ставки. В 14.30 по GMT выйдут данные по запасам нефти в США. В 18.00 по GMT решение Федрезерва по ключевой процентной ставке. В 18.30 пресс-конференция. И под закрытие текущего торгового дня в 19.30 по GMT состоится также выступление Тифа Маклима, который возглавляет канадский регулятор. И я очень рассчитываю на то, что сегодня Маклим будет все-таки щедр на комментарии и заявлении о том, что в июле ставка Банка Канады снова может быть снижена. На текущем этапе индекс золора 105.20. Позиции стабильны, каких-то резких интенсивных движений мы не видим. Это нормальное поведение рынка в условиях того, что впереди столько важных фундаментальных отчетов. И как бы банально это не звучало, но многие предпочитают сейчас даже не открывать каких-либо позиций, подождать за развитием событий, за тем, что в итоге мы увидим по факту опубликованных релизов и только после этого принимать уже объективные решения касательно того, что стоит делать на долгосрок с отдельными инструментами с учетом меняющейся и потенциального изменения политики Федеризерва и мнения американского регулятора относительно темпов и сроков снижения ключевой процентной ставки. Конечно же, мы сегодня ждем данные по инфляции. По прогнозам индекс потребительских цен в США в прошлый месяц остался на прежней отметке 3-4%. А вот что касается базового показателя, то ожидают снижение с 3,6% до 3,5%. Я, пожалуй, несколько выбьюсь из вот этой картины общего консенсуса прогноза, который есть на рынке, и предположу, что после настолько сильных данных по рынку труда, после значительного роста заработной платы, мы можем увидеть и увеличение индекса потребительских цен. Потому что один из важнейших компонентов рынка труда динамика по росту заработных плат показала восходящее движение, и, соответственно, можно предположить, что больше доходов будет конвертировано в фактическую реализацию вот этой активности потребителей, что может простимулировать рост потребительских цен. Я думаю, что эта логика понятна, и она имеет место быть. Поэтому я предположу, что индекс потребительских цен останется либо на прежнем уровне, действительно 3,4%, либо может оказаться на значении 3,5%. А базовый индекс потребительских цен, скорее всего, не продемонстрирует снижение, останется на прежней планке 3,6%. Поэтому потенциально сегодняшний день может упрочить фундамент тех трейдеров, которые уверены в том, что американский регулятор не станет менять ключевую процентную ставку в сентябре. Что касается решения поставки в рамках текущего заседания, то, безусловно, никаких изменений здесь не предвидится. Но важный нюанс. В этот раз американский регулятор опубликует так называемую точечную диаграмму. Это, по сути, дорожная карта, прогноз фактически от американского регулятора по тому, сколько раз потенциальная ставка может быть снижена до конца этого года. Это конкретика, прям то, что хочется увидеть, потому что раньше мы с вами лишь опирались на какие-то околорыночные показатели, мнения отдельных чиновников и сами пытались предположить, что же все-таки сделает ФРС за оставшееся время этого года. Сегодня у нас будет фактически конкретные тезисы в виде показателей именно этой точечной диаграммы, которая позволит нам в принципе прикинуть о будущих изменениях, которые возможны с американской монетарной политикой. Я сторонник того, что доллар будет и дальше пользоваться мощной поддержкой и в итоге нацелится на движение выше 106 пунктов. Золото 2314 долларов за тройскую унцию. На фоне ожидания роста американского доллара, на фоне веры в то, что доходность американских облигаций снова подрастет, я не могу позволить себе купить этот инструмент, поэтому вполне, мне кажется, категоричен с осуждением того, что золото может переписать локальные минимумы и лично я в рамках этой недели буду ожидать золота ниже отметки 2300 долларов за тройскую унцию. Евро против доллара 1,0740. Политическая тема, судя по всему, будет основной в ходе ближайших месяцев. Вот так получилось, что долгое время мы фокусировались на макроэкономических показателях, а серьезные потенциальные перестановки в элите политической многих стран Европейского Союза, приход к власти потенциальной тоже пока что ультраправых, все это может привести к очень серьезному переспределению сфер влияния и, соответственно, политических интересов. До тех пор, пока не пройдут новые выборы, ну, по крайней мере, во Франции, в Германии, судя по всему, Шольц их так и не инициирует, мы будем говорить о рисках для стабильности в Европе и для национальной валюты. Эти риски будут усиливать следствие снижения процентной ставки, то есть смягчения экономических условий, тоже негативный фактор для главного валютного риска. И еще и доллар рядышком, который будет давить на рисковый актив. Поэтому по евро-доллару ждем снижения ниже отметки 1,07. Пара фунт-доллар 1,2740, как и ожидал вчерашний блок данных по рынку труда, крайне сильно разочаровал. Уровень безработицы вырос до 4,4%, занятость снизилась на 140 тысяч. Сразу прям большой скачок в динамике прироста заявок на пособие по безработице с 9 тысяч до 50, по сути. Сегодня мы ждем данные по ВВП, это показатели за апрель и промышленное производство. Ожидание так себе. В лучшем случае по темпам экономического роста мы можем увидеть нулевую динамику. Промышленное производство, скорее всего, за этот период времени снизилось на 0,2%. Отсюда делаем вывод, что при такой экономической конъюнтуре, скорее всего, фунт сегодня обновит локальные минимумы. Доллар канадец 1,3750. Я ожидаю восстановления пары до отметки 1,38 и выше. Сегодня выступление Тифо Мактема и потенциальный анонс еще одного шага по смягчению экономической политики. Доллар иена 157,20. Готовимся к заседанию Банка Японии, который состоится в пятницу. Из последнего обновленного новостного фона стоит отметить опрос Reuters, который был проведен с целью узнать, уточнить у экономистов их ожидания по вероятности изменения программы количественного смягчения. Так вот, 20 из 32 опрошенных экономистов уверены, что в эту пятницу Банк Японии анонсирует изменение программы количественного смягчения. И это точно может оказать поддержку японской иене. Американский фондовый рынок, друзья, S&P 500, 5386 пунктов, новые исторические максимумы. Идем на отметку 5500. И у этого тренда нет причин, чтобы сейчас меняться. Мы доберемся до этой психологической планки. Я с большим удовольствием, друзья, поздравлю всех вас, кто вместе со мной верил в рост американской фондовой секции. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.